Сегодня, 18 мая, Binance выпустил аж три новости про NFT. И давайте разберем их. Первая новость будет интересна для трейдеров. Это эксклюзивный конкурс. Торгуйте на Binance P2P, чтобы выиграть с лимитированной NFT. У них здесь две акции. Первая довольно-таки стандартная, дают какой-то кэшбэк. В данном случае 10% с первой сделки за P2P обмен. И вторая это торгуйте, чтобы выиграть лимитированные NFT. Ну и давайте поподробнее рассмотрим. Первую я говорить уже не буду. Чисто по второй пройдемся. Значит, условия довольно простые. Нужно купить криптовалюту на сумму от 300 долларов и выше через Binance P2P. Ну и, соответственно, купить это не значит, что эти деньги у вас попадут. И вы потом через тот же P2P можете вывести обратно себе, не знаю, на банковскую карту. Так, дальше заполните Google форму, укажите адрес депозита Binance Smart Chain. Ну, то есть, тоже все просто. Вот, и будет выбрано, ну, довольно-таки немало, 100 NFT на 100 победителей. Учитывая, что в данной акции принимают только жители России, Украины и Казахстана. То есть, ну, не по всему миру. Ну и дальше с помощью рандома будут выбраны победители. Так, это что касается данной акции, да. Ну, мы уже видим, что три новости. Это неспроста уже, ну, Binance как раз готовится к выходу своего собственного маркетплейса, да. Где, как раз, вот эти NFT-шки можно будет реализовать, продать, купить. Ну, и цена на конкретно вот эти, я думаю, будет достаточно приличная. Ну, где-то, не знаю, если мы, скажем, потратим 300 долларов, да, на покупку через P2P, то получим, ну, может быть, не знаю, в районе 100-200, может быть, и 300 долларов. Вот, может быть, там как-то еще по уникальности тоже будут они разделяться. Вот, это что касается первой новости. Значит, идем дальше. Следом, сразу же вторая новость. Ведущие российские дизайнеры и художники представят свои эксклюзивные работы в формате NFT на маркетплейсе Binance. Значит, в коллаборации примут участие дизайнер Эдуард Михайлов, Никита Реплянский, Зубков Евгений, Брикспейсер, Тревел-проект Мурада, Наталья Осман, Творческое объединение 111хат. Ну, в общем, довольно-таки известные художники в NFT-сфере примут участие в данной коллаборации, в данном опыте, ну, таком эксперименте. В рамках проекта будет выпущено 15 работ, которые будут выставлены на аукционе за неделю до официального запуска NFT-маркетплейса Binance. В общем, тоже вторая новость, такая подогревающая все больше и больше к маркетплейсу. И третья новость – совместная коллаборация от NFT-маркетплейса Binance и комьюнити NFT-бастардс. Вот такую решили устроить тоже совместную акцию, коллабу. Binance совместно с креативным агентством NFT Jetlag и NFT-ARC объявляют о первом эксклюзивном дропе NFT от ведущих российских дизайнеров и художников на NFT-маркетплейсе, который будет запущен в июне 2021 года. Победитель конкурса получит возможность выставить свою работу на маркетплейсе Binance за неделю до официального запуска платформы в рамках коллаборации этих участников. Для участия нужно создать арт собственным видением будущего человечества через 50, 100 или даже 1000 лет. Ну и здесь тоже есть определенные правила участия. В общем, в Твиттере, как обычно, хэштеги отметить, затегать и так далее. Ну, в общем, ничего сложного, в принципе, любой разберется. Так что, если вы художник, пожалуйста, принимайте участие. Ну и три новости за сутки от Binance, связанные с NFT напрямую. Это, конечно, очень мощно. Это уже о многом говорит, что Binance вовсю готовится к запуску своего маркетплейса. Ну, предвижу, что, естественно, можно будет создавать собственные NFT-шки на сети Binance Smart Chain, да. Так же, как это на OpenC, на Rarible сейчас возможно. Ну и, само собой, комиссии будут, естественно, ниже. Если сейчас на OpenC это 50-100 долларов, здесь будет, ну, не знаю, в районе там максимум доллара, наверное, что-то типа того. Ну, так же и передавать, продавать и прочее. Все это будет исчисляться в долларах, в десятках центов. В общем, небольшие суммы будут. Ну и такой вброс мыслей, наверное, от меня. Как мне кажется, Binance, их маркетплейс, ну, скорее всего, отпустит довольно-таки внушительный кусок пирога у главного их конкурента. Ну, пока что не конкурента, а такого монополиста, наверное, да, эфир. Потому что сейчас ни Flow, ни Vax, ни другие блокчейны уж тем более не могут поспорить, ну, за первенство с эфириумом. Но вот Binance Smart Chain, блокчейн, почему бы нет, возможно, вначале какой-то кусок. Потому что, в принципе, возможности у Binance, у Чан Панчжао, их лидера, очень огромные, безграничные, возможно, даже, да. И, ну, первое, наверное, это, конечно же, запустится стейкинг, фарминг какой-то. А вот сейчас, как есть на лаунчпаде, то есть кладем в стейкинг, например, нашу NFT-шку, ну, с блокчейна Binance, да, и получаем с этого, возможно, либо какую-то другую NFT-шку, либо же получаем, не знаю, например, Bust, да, вот как раз, либо BNB-монетку, либо еще какую-то. То есть, ну, прикольная такая штука. Чем, например, сейчас не может попастаться Ethereum, да, есть, например, ну, это проекты, которые строятся на базе Ethereum, они что-то могут придумать, ну, либо на VAX сейчас там, да, Alien Worlds, AirPlanet, тоже там можно стейкать NFT-шки, но здесь это уже будет инициировано конкретно со стороны создателя данного маркетплейса, со стороны, ну, вообще, блокчейна, владельца Binance. Соответственно, это будет, я думаю, намного интересней. Ну, и также на данную маркетплейс, я думаю, подтянутся в любом случае все проекты, которые сейчас в блокчейне, да, Binance, Smart Chain находятся, ну, это, в частности, Mine Ever Alice, который мне очень нравится, вот, и, ну, другие остальные тоже, то есть их ликвидность увеличится, именно, ну, про NFT-шки, если говорить. И плюс, уверен, что весь июнь, июль, август, это прям будут три месяца, которые, в общем, будет шумиха, ну, вот, по NFT именно на базе Binance Smart Chain, потому что запуск – это самое основное, самое главное, ну, привлечь как можно больше пользователей, увлечь их от сети Эфириума в свою сеть. Поэтому посмотрим, какие нам возможности будут для заработка, для покупки новых NFT-шек, для коллекционирования, либо дальнейшего их, ну, реализации. Надеюсь, было полезно. Подписывайся на мой Телеграм-канал, ссылка будет в описании на мой Твиттер, который я смог восстановить, потому что он у меня потерял доступ, сейчас получилось восстановить, вот, чему я рад, полторы тысячи подписчиков сейчас. Вот, последний, кстати, пост сделал право Старс, и очень приятно, если посмотреть в уведомлениях, они меня даже лайкнули. То есть, так, ну, прикольно, официальный аккаунт. Все, до новых встреч!